Добрый день, сегодня в гостях нашей студии Николай Васильевич Арифев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Добрый день, Николай Васильевич, можете ли озвучить краткие итоги деятельности Госдумы Седьмого Созыва, сколько законов было принято Госдумой Седьмого Созыва при вашем непосредственном содействии и на что они были направлены? Здравствуйте, я хочу сказать, что количественными характеристиками вряд ли можно обрисовать деятельность Государственной Думы, потому что важны более качественные показатели. То, что в докладе председателя Думы Володина прозвучало, что мы рассмотрели более 6 тысяч законов, из которых 2 тысячи были приняты, а 4 тысячи не были приняты, но это в принципе ни о чем не говорили. Другое дело, что если посмотреть, а что же за законы были приняты и какую роль они сыграли в нашем государстве, как они отразились на жизни наших трудящихся избирателей, ну вот это вот я готов дать такую характеристику. Ну, во-первых, самым одиозным законом, который приняла Дума Седьмого Созыва, это был закон о повышении пенсионного возраста. Я думаю, что этот закон никого не порадовал, ни старших, ни младших, потому что, ну, во-первых, и причин-то не было повышать пенсионный возраст, и на сегодняшний день нет. Причин, потому что вот за последние годы пенсионный фонд накопил 1,8 миллиона рублей, это та часть невыблоченной пенсии, которая не пришла людям старше 60-летнего возраста. При этом, в принципе, эти деньги надо было бы, как и обещали, отдать на повышение пенсии, но, к сожалению, повышение пенсии не произошло, пока что в ходе пенсии индексировались, и в этом году обещали поднять индексацию до 17 тысяч. Но дело в том, что и инфляция обещает 6%, то есть это опять не повышение, это только компенсация инфляционных процессов. Второй закон, это повышение НДС на 2%, это значит, все цены поднялись от 2 до 5%, но это сразу люди ощутили на себе. Что касается пенсионного законодательства, то отменили индексацию пенсии работающим пенсионерам, военнослужащим. Это все говорит о понижении уровня жизни, который действительно понизился за последние годы, в том числе и за последний год, ну, по крайней мере на 12%. Мы сегодня по доходам живем где-то в 8-9 году, а должны были бы жить все-таки в 21-м, наверное, повышать жизненный уровень. Это вот главная задача депутатов, депутатского корпуса всего, а не понижать. Поэтому, что касается политики всего созыва, я хочу сказать, что созыв только еще раз подчеркнул, что Россия наша погрязна в зависимости от международных организаций. Но сами посудите, какое влияние оказывают на нас международные организации, которые в принципе и создавались для того, чтобы создавать условия для золотого миллиарда, а не для России. Вот Международный валютный фонд, это было при мне, позапрошлом году на Петербургском экономическом форуме выступила Кандализа Райса, сказала, что надо повышать пенсионный возраст, его поджи повысили. После этого Международный валютный фонд сказал, что в России 33% государственной собственности, которая уменьшает на конкурентных рынках, надо убирать государственную собственность. И вот в феврале прошлого года Мишустин принял постановление о приватизации государственных предприятий по 10% количестве и по 10% акций государственных в акционерных обществах. Ну а если сегодня, так сказать, принять во внимание, что у нас государственные части где-то на уровне 50% в акционерных обществах, то через 5 лет у нас не будет никакой государственной собственности. Но а не будет государственной собственности, не будет никаких рычагов влияния. Больше всего меня беспокоит, как вот то, что я работаю в Комитете по экономической политике, что эти акции скупят иностранные инвесторы, потому что наших инвесторов нет, которые могли бы скупить нефтегазовый комплекс. Это значит, что нефтегазовый комплекс полностью перейдет под управление иностранных инвесторов. Мало того, что у нас русал отошел Соединенным Штатам Америки, и сегодня Соединенные Штаты Америки на деньги нашего русала строят в Детройте свой алюминиевый завод. Нам это надо? Нет, не надо. А зачем мы допускаем это? И еще идем на поводу у того же Международного Валютного Фонда. В декабре прошлого года Всемирный Банк дал рекомендации России, чтобы упразднили нормативные акты, регламентирующие строительство в нашей стране. И вот уже президент, выступая на Международном экономическом форуме в Питере, сказал, что надо сократить СНИПы и из 10 тысяч оставить только 3, а 7 упразднили. Но вы сами понимаете, качество строительства сегодня на низком уровне. Если мы сейчас строительные нормы упразднили, у нас дома начнут обрушаться прямо на стадии строительства. Но нельзя этого делать. Зачем мы слушаем Всемирный Банк? Ну зачем? Тот же Всемирный Банк приказал нам запустить иностранных инвесторов в страховой рынок России. Мало того, что мы запустили их в банки с 10 пор, у нас сегодня Сбербанк на 48% принадлежит иностранцам, в частности Америки и Великобритании. У нас ВТБ на 49% принадлежит иностранным инвесторам. Теперь мы отпускаем страховую рынок. А что такое страховую рынок? Это не страхование жизни. Это прежде всего страховая медицина. Фонд медицинского страхования. Это КАСКО. Это ОСАГО. Зачем мы туда отпускаем иностранных инвесторов? Они же вот так вот выжмут нас всех и не дадут возможности жить нормально. Но тем не менее такое решение-то вот принято. Я думаю, что от такого решения в восторге не будут наши избиратели. И уже не имеют восторга. Поэтому вот качество принимаемых законов все-таки должно соответствовать запросам нашего общества, наших избирателей. Но не запросам Международного валютного фонда и Всемирного банка. Я думаю, что наши люди их запросам не рады. Николай Васильевич, расскажите, пожалуйста, почему Вы считаете, что выход из ВТО негативно отразительной экономики и производстве в стране? И даже многие Ваши однопартики все считают и наши. Вот как раз совсем наоборот. Дело в том, что я внес законопроект еще 4 года тому назад о выходе России из ВТО. Я как раз считаю, что это кандалы на ногах нашей экономики. И все неуспехи нашей экономики как раз идут от Всемирной торговой организации ВТО. Значит, закон мною разрабатывался целый год. Много раз переписывался. Дело в том, что это не такое простое дело выходить из международной организации. Оказывается, ну, депутат имеет право вносить. Но должен рассмотреть профильный комитет. Дума должна рассмотреть и порекомендовать президенту или правительству внести представление о выходе. И вот на уровне Думы застрял этот закон. Дума никак не решается принять закон по рекомендации правительству выйти из этого договора. Но дело в том, что когда мы латали Конституцию, кричали на всю страну, что мы теперь признаем верховенство своих законов, но международных. Но дело в том, что международных законов не так много. И то, что мы эту статью упразднили, она нам ничего не дала. Но осталась пятнадцатая статья Конституции, которая говорит о верховенстве международного договора над российским ведомогательством. Так что мы остались в кандалах. И вот теперь, когда мы говорим о всемирной торговой организации, эта торговая организация повязала нас во всем. И мы обязаны подчиняться, иначе она заштрафует нас под самое не хочу. Вот я приведу такие примеры. Как только мы вошли в двенадцатом году во всемирную торговую организацию, они начали нас ограничивать в производстве тех товаров, которые мы производили всегда. И вот сейчас, если смотреть статистику, то мы в советское время, допустим, мы проводили двести шестьдесят тысяч тракторов. Сейчас четыре-пять тысяч. Каждый год, посмотрите статистику, не больше. Потому что нам установили потолок вот такой, и все. Мы вырабатывали семьдесят шесть тысяч металловывающих станков. Сейчас пять-шесть тысяч. Все, больше мы не имеем права выпускать. И так по всей номенклатуре. Во-первых, мы не должны были вступать во всемирную торговую организацию. Нам туда вступать незачем. Туда вступает государство, которое производит товары. А мы ничего не производим. Мы ничего не производим. У нас 30% продовольствия мы закупаем за границей. И где-то 70% промышленных товаров мы тоже закупаем за границей. Объявили импортозамещение как раз в четырнадцатом году. И все оно заглохло. На нас все, что на вас, что на мне. Одезда либо китайская, либо турецкая. Мы даже одежду уже не шьем. У нас нет швейных фабрик. Ну есть там какие-то вкрапления небольшие. Мы летаем на чужих самолетах. Хотя раньше летали на своих. И полмир летал на наших самолетах. У нас, в общем-то, ничего нет. Мы выпускаем машины в городе иностранного производства. Это сборочное производство. А свое ни в промышленных товарах, ни в товарах народного потребления мы ничего не выпускаем. И ВТО нам не дает возможности выпускать. Поэтому я считаю, что мы должны выйти из Всемирной торговой организации и без оглядки откуда сбежать. Потому что мы будем работать все равно по законам Всемирной торговой организации. Но у нас не будет обязательств перед ней. И нас не будут штрафовать за то, что мы не выполняем условия, которые нам навязывают там. Ну и кроме того, я хочу сказать, что... А что в этом особенного? Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения. Вышли из договора ПОПРО. Значит, Великобритания вышла из Европейского Союза. Но везде кто-то входит, кто-то выходит. Почему наше правительство до сих пор боится снять кандалы со своих ног и развиваться самим, независимо от того, что нам диктует Всемирная торговая организация. Поэтому и мое предложение как раз выйти из этой организации. Она нам не нужна. Расскажите о том, как пандемия дразилась на работе Госдумы. И как Вы относитесь к вакцинации? Необходима ли она на Ваш взгляд и проакцинировать ее? Да, хороший вопрос. Глобальный умный. Ну, дело в том, что карантинные меры по ковиду, они отразились, конечно, на государственных группах. Во-первых, всем депутатам старше 65 лет рекомендовано уйти на самоизоляцию и не принимать участие в работе заседания. Это первое. Второе. Был принят другой режим. Если раньше мы начинали заседание в 10 часов утра, до 12, потом перерыв полчаса, потом опять заседание в 2, перерыв на 2 часа, и потом с 16 до 18 было заседание. Теперь сделали для того, чтобы сократить контакты между собой, но мы работаем без перерыва с 12 до 14 часов. Но в последнее время стали продлевать до 16 часов, а иногда и до 18 без перерыва. Но я хочу сказать, что нельзя же сдеваться на депутаты. Депутаты тоже любят и сидеть по 8 часов или по 6 часов без перерыва, но это тоже не здорово. Я понимаю, что надо принимать законы, но во всяком случае тогда нужно делать какой-то нормальный режим. Ну, это вот, так сказать, первое. Второе. Мы еще и перешли к ускоренному режиму принятия закона. Если раньше у нас, если в нормальном режиме, у нас давалось на закон первое чтение, допустим, 10 минут на представление закона, 10 минут на заключение комитета. Затем все желающие выступить должны были, здесь время не ограничено, там выступления тоже по 5-7 минут должны были быть. И затем голосование. Теперь все сократили. Значит, доклад 5 минут, садоклад 5 минут, значит, 3 минут на выступление депутата. Мало того, если много депутатов записалось, то дается по 2 выступления от фракции. И все. Ну, то есть, существо закона раскрыть очень сложно. Вот такая ускоренная программа. А законы, которые уже приговорены к непринятию, эти вообще в ускоренном режиме. Доклад, одно выступление и до свидания. Все. Ну, вот поэтому 4 тысячи законов и не было принято даже поэтому. Ну, что касается моего отношения к вакцинации, я переболел этой болезнью в ноябре месяце. Значит, не вакцинировался. Никого ни в чем убеждать не хочу. Но мне, как экономиста, тревожит экономика этой болезни. Дело в том, что вот даже так просто на слух я вам скажу, что пишут средства массовой информации. Что в мире на закупку вакцины против коронавируса требуется 67 миллиардов долларов. Вот портфель заказа на вакцину. Значит, и говорят, что наши производители вакцины собираются поучаствовать в этом международном пироге для того, чтобы отщипнуть свой кусок. То есть наши производители вакцины будут бороться не с ковидом, не с заболеванием, а за вот этот кусок пирога, 67 миллиардов долларов, который надо освоить. Если прививать, значит, у нас первоначально мы видим, что вакцина будет стоить 12 тысяч рублей. Потом сказали 18 тысяч. Потом, наконец, министерство принимает решение и говорит, что максимальная цена не может превышать 1942 рубля. Если привить 100 миллионов населения взрослого хотя бы, потому что детей, вроде бы, сказали сначала, не надо прививать, то это получается 192 миллиарда рублей. Очень неплохие деньги. И поэтому сразу начали говорить о том, что торговать вакцины лучше и выгоднее, чем торговать черным золотом, то есть нефтью. Выходит, все это основано на коммерческих интересах. На коммерческих. Мало того, давайте возьму, а кто организатор этой вакцинации? Как ни странно, Греев, бывший министр экономического развития, в настоящее время председатель Совета директоров Сбербанка. А с какой стати он не министр здравоохранения, а Греев, денежный мешок, вдруг встал к работе на вакцину. И его помощники, всех, все олигархи возглавили предприятия, которые производят вакцину. Вы меня извините, вот я как экономист, я не понимаю, мы хотим детей вылечить, людей вылечить от ковида или обогатить нашу олигархическую верхушку. Выходит, обогатить, ведь эти 190 миллиардов рублей будут взяты из бюджета и поделены между производителями вакцины, всех этих масок, перчаток и всего прочего. То есть, первично не выздоровление и не здоровье граждан ставится, а обогащение олигархи. Поэтому у меня очень предвзятое отношение ко всей этой вакцине, тем более, что академик Чичаков сказал, что эпидемия кончается тогда, когда кончаются деньги на борьбу с ней. Ну, похоже, что истину сказал академик Чичаков. Николай Васильевич, прокомментируйте итоги съезда партии КПРФ, который состоялся на прошлой неделе. Ну, что комментировать? У нас съезд проходил, так сказать, в двух этапах. Первый этап был у нас съезда в апреле месяце, когда мы избирали новое руководство партии. А этот съезд уже был после объявления выборов в Государственную Думу, поэтому мы обязаны были его провести для того, чтобы выдвинуть кандидатов от КПРФ в Государственную Думу. Ну, я хочу сказать, что мы приглашали средства массовой информации. Наш съезд показывали по 2724, полностью показали. Секрета никакого не было. Ну, секреты были только в том плане, кто, по каким спискам, где пройдет, потому что, если раньше обнародовать, допустим, все эти списки, начнется вознямышленная. Хотя у нас уже давно принята, так сказать, задача удовлетворить все региональные комитеты. В этом году увеличился центральный список, то есть он стал хоть на из 15 человек. Ну, я бы хотел сказать, что никто в этот центральный список особенно не рвался, все знают свое место. А что касается региональных списков, ну, они были тоже предсказуемы, поскольку у нас кадровая комиссия работает, и все вопросы обсуждаются с региональными комитетами партии. Поэтому даже, несмотря на то, что было обзывомка, во-первых, у нас принцип такой. У нас все региональные комитеты на своих конференциях дают рекомендации центральному комитету, кого включить в какие списки под какими номерами. Это первое. Второе. Это у нас было несколько собраний онлайн, где председатель центрального комитета Зюганов разговаривал с первыми секретарями по вопросу выбора. Ну и третье. Мы приехали на съезд наши региональные руководители за два дня, поэтому дважды проводили собеседование с первыми секретарями, где высказывали и порядок кандидатов в депутаты, и какие депутаты, по какому списку пойдут. Ну, я хочу сказать, цифры точно не запомнил, но это где-то около 360 одномандатников и 270 где-то списочников. Поэтому каждый, конечно, знает только свой список, свой регион, потому что запомнить всю эту массу людей невозможно. Но, тем не менее, кадровая комиссия разобралась со всеми вопросами, и мы обязаны просто с партийными комитетами согласовывать, потому что нельзя все знать о человеке. А вдруг он в суде не будет? Вдруг он в последний год вдруг под суд там попал. Тем более, что сегодня под суд попасть очень несложно. Вышел у нас несанкционированный митинг, кто-то, когда зовут дело, сначала гражданское, а после трех раз и уголовного в том числе. Поэтому все проверили, все высчитали, документы уже сдали, сейчас наши юристы их проверяют. Ну и, в общем-то, задачи в своем докладе Геннадий Андреевич поставил. Осталось только выполнять для того, чтобы провести агитацию на самом высоком уровне. Я думаю, что шансы у коммунистической партии довольно большие, потому что та наша программа, с которой мы выходим на выборы, она как раз предусматривает, исправит те вопросы, которые были решены в том числе и депутатами с 7-го созыва. В частности, пенсионный возраст надо возвращать на место, индексацию пенсий надо возвращать, потому что это не делает ни прибавка, ни дополнение, это просто инфляционные процессы должны быть восполнены за счет пенсионного фонда. Поэтому тут и вопросы нет. Ну, я не говорю о перспективах, потому что если можно у всего народа отнять пенсию, то почему нельзя у олигархов отнять часть доходов? Ведь у нас за последние 10 лет с 80 олигархов теперь долларов, миллиардеров, мы дошли уже до 120, на 40 человек перевозят больше. Мы ставим вопрос, а почему в Америке 28 прогрессивные подоходы налога 28%? Почему у нас только 2? Давайте сделаем хотя бы 20, хотя бы 30. Почему, как во всех странах, мы что, у нас в бюджете денег что-ли много? Нет, мало. Ну, так давайте пощипаем немножко олигархов. Это будет правильно. Ну, и с другой стороны, мы остаемся при своем, чтобы нефтегазовые комплексы, базовые отрасли, они все-таки были государственными и шли на пользу государству, а не так что даже частным, а иностранным инвесторам, чтобы не попадало. Поэтому мы боролись и будем бороться за государственную собственность. Ну, а что касается социальной сферы, одно, хочу сказать, что медицина должна быть государственной. Государственная медицина лечит, а частная медицина продает медицинские услуги. А это большая разница. Продажа медицинских услуг дорого обходится нашему народу, тем более, что она лечения не преподносит, хотя забирает огромные деньги. Вот с этими программными целями мы и идем к избирателям на следующий сайт. Итоги работы Калмынского регионального отделения и партии ДПР? Я считаю, что Калмынское региональное отделение работает, в общем-то, нормально. Николай Евгеньевич, руководителя партийной организации, я знаю уже 16 лет, он опытный руководитель, он умеет держать, так сказать, в порядке партийную организацию, материальную часть. Все мероприятия политического плана он проводит довольно грамотно. Хочу сказать, что выборные кампании, но калмынские организации проводятся очень эффективно, несмотря на все, так сказать, припоны, трения, сложности, в том числе и законодательного плана. Здесь решают вопросы довольно нормально. Я почти бываю на всех конференциях, отчетно-выборных, посвященных выборам в Государственную дуну, разговариваю с коммунистами, веду прием. Хочу сказать, что действительно организация работает слаженно, довольно ответственно и продуктивно. Я только одному могу пожелать победы и успехов коммунистам Талмитии на очередных годах. Николай Васильевич, к сожалению, время же эфира ограничено. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости, в студию. Ну, а я хочу напомнить нашим телезрителям, что в гостях у нас был Николай Васильевич Орехев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.